МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Скажите мне, какой праздник приближается? 8 марта. 8 марта, правильно, ребята. А праздник 8 марта кто отмечает? Мама и девочки. Мамы, девочки, бабушки. Этот праздник у нас весенний, да? Он у нас наступает весной. А как мы поздравляем наших мам? Делаем для них подделки всякие. Открытки. Еще. Или цветы. Или цветы, да. Все женщины очень любят цветы. И вот мы сегодня с вами тоже сделаем необычный весенний цветочек. Подснежник нежный. Мы с вами будем делать. Скажите мне, пожалуйста, вот, а какой он подснежник? Белый. Лепесточки белые. Дальше. Какой он еще подснежник? Зеленый. Зеленый. Стебелек и листочки зеленые. Для нашего цветочка нам понадобится гофрированная бумага белого и зеленого цвета, ножницы, клей, ПВА, кисточка и палочка для стебелька. Обратите внимание, для лепесточков нам потребуется четыре прямоугольника белого цвета. Для серединки прямоугольник широкий зеленого цвета и полоски зеленого цвета. Одна длинная, а вторая короткая. А начинаем мы нашу работу с серединки цветочка. Для этого нужно прямоугольник свернуть пополам и сделать надрезы, но не до конца. Посмотрите, вот такая деталька у нас должна получиться. Нужно на кисточку набрать клей и по нижнему краю нанести клей. Сейчас, ребята, нам нужно палочку завернуть в эту серединку. Посмотрите, как я положила палочку и скручиваю, пальчиками прижимаю. И потом, когда закрутила серединку, пальчиками прижала к палочке. Все, приступаем. Вот такая замечательная получилась у нас серединка. А сейчас мы с вами сделаем лепесточки для нашего подснежника. Возьмем прямоугольник белого цвета и свернем пополам. Пополам свернули. Развернули. А сейчас по линии сгиба нам нужно ее вот так вот закрутить несколько раз. Закрутим и пальчиками узелочек прижимем. А потом, смотрите, я раз и свернула бантик тоже пополам. И пальчиками еще раз на узелок. Вот у нас получился первый лепесточек. Интересно, латинское происхождение слова подснежник – галянтус. В переводе означает молочный цветок. Зацветает подснежник после схода снега, цветет до апреля. Больше всего их на Кавказе. Там растет 16 видов подснежников. Эти цветы занесены в Красную книгу. В подснежниках содержится галантамин – вещество, которое входит в список некоторых лекарственных препаратов. Несмотря на то, что подснежник появляется по весне, он способен выдержать 10-ти градусный мороз. Подснежники нередко становятся героями различных художественных произведений. Стоит вспомнить хотя бы сказку Ганса Христиана Андерсена «Подснежник», в которой повествуется о маленьком отважном цветке. Или сказку Сэмуила Маршака «12 месяцев», где злая мачеха отправила падчерицу собирать подснежники посреди зимы, чтобы добиться вознаграждения взбалмошной и юной королевы. Если через 5 минут у меня не будет подснежников, через 10 минут у вас обоих не будет головы! В Красную книгу России занесено 6 видов подснежников. И если бы экологи прознали про злую жадную мачеху, штраф ей был бы обеспечен. Потому что ни рвать, ни торговать подснежниками нельзя. И если бы мачеха делалась штрафом в 3 тысячи рублей, то взбалмошная королева в 40, а то и все 300 тысяч, как юридическое лицо. А сейчас продолжаем на остальных полосочках. Набираем на кисточку клей. И смазываем. И прикладываем к серединке. И пальчиками прижали. Вот первый лепесточек у нас получился. Рядышком приклеиваем второй лепесточек. А сейчас приступаем к оформлению нашего стебелька. У нас какого цвета должен быть стебелек? Зеленый. Зеленого. Вот посмотрите, чтобы он у нас был зеленый, я также возьму клей и нанесу клей на длинную зеленую полоску. Полосочку начинаем приклеивать с нижней вот этой белой части. Прикладываем полосочку. Вот посмотрите, я приложила ее, начинаю прямо с нижней части лепесточка. Я палочку поворачиваю. И у нас полосочка сама ложится ровненько. А потом пальчиками мы сформируем стебелечек. Как мы будем с вами делать листик? У вас осталась полоска. Ее тоже сворачиваем пополам. Линию сгиба пальчиками прижмем. А сейчас открываем. И такими же движениями закручиваем два раза. Так же, как мы делали лепесточки. И сворачиваем пополам. Посмотрите, куда я клей наношу на нижнюю часть листочка. Видите, куда? И прикладываю на стебелечек. И так же пальчиками прижимаю. На Ямале подснежники не растут. Но зато есть цветы, которые так же, как и они, занесены в Красную книгу. Одним из них является пушица красиво-щетинковая. Растет она почти по всему Ямалу. Наверное, многие видели это красивое и нежное растение, похожее на дуванчик. На Ямале растет еще такой редкий и красивый цветок, как лилия саранка. Еще ее называют кудреватой за закручивающиеся лепестки. В наших лесах можно встретить цветок с суровым названием камнеломка. Растет он, как правило, в лесостепной зоне. А этот цветок прозвали мокрицей, потому что на ощупь он всегда мокрый. Настоящее название этого цветка – зверчатка средняя. Не менее редкое и красивое растение – цветок «Желтая кубышка». Она также занесена в Красную книгу Ямала. Всего в ней насчитывается 58 видов растений. Хотя беречь нужно каждый. Вот такие цветы – лучший подарок на любой праздник. Наши мамы дорогие, добрые, красивые. Если рядом вы, то мы, то мы самые счастливые. Пусть бываем иногда очень непослушными, но иначе ваша жизнь показалась скучная. Принимайте по скале наше поздравление. Далим вам свою любовь и букет от снежников. Поздравляю всех мам и желаю здоровья и счастья. Мама, с 8 мартом, с праздником у тебя. Я тебя сильно люблю и желаю, чтобы все твои мечты сбылись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова